с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 1 сентября естественно день знаний который между прочим широко отмечается в нашей стране начиная с 1984 года дело в том что в царской россии не было единой даты начала учебного года сельской местности могли приступить к учебе только поздней осенью а то и вообще с 1 декабря когда на полях все уже было убрано в городах гимназистов собирали еще в середине августа ну а советская власть как известно установила единый день 1 сентября а заодно определила сколько должен продолжаться учебный год официального праздника под которым мы понимаем нерабочий день в календаре не было нет и судя по всему не будет родителям первоклассники в 21 веке приходится отпрашиваться на несколько часов с работы или брать отгул чтобы провести с ребенком столь важный день но особенно популярным он стал в начале 80-х годов прошлого века сегодня всемирный день мира в этот день 1939 году с польской компании вермахта начинается самое кровопролитное в человечество вторая мировая война всего в ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент в которых проживало 80 процентов населения земного шара также сегодня в россии отмечается день государственности кабардино-балкарской республики ну а теперь о родившихся в этот день 1 сентября 1875 год в этот мир приходит эдгар берроус американский писатель который получил большую популярность благодаря серии книг о тарзане и джонни картере всего берроус написал 11 романов марсианского цикла и 26 романов о тарзане 1896 год в этот мир приходит бхактивиданта индийский религиозный деятель и писатель который основал в 1965 году международное общество сознания кришны более известная как движение хари кришна барри джип родился в 1946 британский певец композитор и продюсер он участник культового поп трио биджиз командор ордена британской империи рут гулит родился в 1962 голландский футболист родом с уринама обладатель золотого меча лучшему игроку европы 1987 года был капитаном голландской сборной которая стала чемпионом европы в 1988 ну а теперь некоторые события этого дня 1 сентября 325 года на первом вселенском соборе который был создан императором константином первым и продолжался более двух месяцев принято решение перенести начало нового года с первого марта на первое сентября ну как мы с вами знаем со временем с первого сентября новый год переедет на первое января но это будет чуть позже 1581 год начинается завоевание сибири ермак собирает отряд примерно 840 казаков с которым весной следующего года он достигнет владений хана кутюма начинается завоевание сибири 1756 год в конце августа прусская армия под командованием фридриха 2 вторгается в саксонию начинается так называемая семилетняя война причина ее борьба за господство в центральной европе австрия франция россия швеция саксония боясь растущей мощи пруссии объединились против берлина пруссия свою очередь вступила союз с англией которая стремилась избавиться от контроля франции над морями и стать господствующей колониальной державы именно в этот день елизавета петровна императрица объявляет пруссии войну для россии же северная война создает предпосылки роста ее политического влияния военного могущества и территориального расширения в последующие десятилетия 1859 год в сша построен прообраз пульмановского спального вагона бритиш пульман который получил свое название в честь американца джорджа морти мера пульмана в 1864 джордж сконструировал вагон пионер первый железнодорожный созданы для истинного комфорта пассажиров ну а мы с вами до сих пор помним знаменитые гд ровские пассажирские вагоны 1952 год американский журнал life полностью напечатал повесть старик и море американского писателя эрнеста хемингуэя успех превосходит все возможные ожидания за 48 часов тираж распродается и составляет 5 миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять номеров есть вот такая конкретная цифра критика поет дефирамбы 1953 год в москве на ленинских горах открыто главное здание мгу тогда оно стало самым высоким административно-жилым зданием столицы высота 183 2 десятых метра а со шпилем целых двести сорок метров 1964 год по второй программе центрального телевидения идет первая в истории программа спокойной ночи малыши идея появилась после того как главный редактор редакции программ для детей юношества валентина федорова посетила гдр где увидела мультфильм о песочном человечке создание программы принимали участие александр курлянский эдуард успенский другие первые выпуски были исполнены в виде картинок закадровым текстом затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы в которых играли профессиональные артисты московских театров ну а позднее появляются знаменитые пес филя зайка степашка и всеми любимый поросенок хрюша ну а ведущими становятся популярны дикторы центрального телевидения наибольшую популярность передача завоевала в первой половине 70-х годов в наше время 1969 год полковник муаммар каддафи возглавивший военный путь свергает короля ливии и дриса первого и провозглашает ливийскую арабскую республику став председателем совета революционного командования ливии 1969 рождается группа песниры история легендарного коллектива начинается в 65-м когда армейская служба сводит четырех музыкантов владимира мулявина леонида тышко владислава месеевича и валерия яшкина они объединяются вокально-инструментальный ансамбль лябоны художественным руководителем с момента его образования и до своей смерти в 2003 году становится владимир мулявин новое же название песниры появляется чуть позже 1985 год американско-французская экспедиция на глубине около 4000 метров обнаруживает обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году лайнера титаник с тех пор поднято около 5000 артефактов обнаруженных среди обломков титаника у останков лайнера побывало множество подводных лодок доставлявших туда туристов а печально известном пароходе написано десятки книг сотни статей и очерков поставлено несколько знаменитых фильмов ну а в 1912 году в результате катастрофы тогда погибли почти полторы тысячи человек спаслись 700 машинная команда погибла полностью еще одна трагедия 2004 год в бесслане 1 сентября боевики захватывают среднюю школу номер один течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников преимущественно детей их родителей и сотрудников школы хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников из них 186 детей всего включая спасатели погибло 333 человека 783 получили ранения разной степени тяжести но еще одно событие этого дня 1 сентября 1983 год в половине 2 ночи по местному времени воздушном пространстве советского союза у берегов камчатки обнаружен неизвестный самолет он идет прямо на важнейшую базу стратегических ядерных сил ссср вот советская версия трагедии не отвечая на запросы советских диспетчерских служб и самолетов противовоздушной обороны самолет нарушитель пересекает камчатку пролетев 80 километрах севернее петропавловска камчатского и уходит в сторону охотского моря в 3 часа 5 минут ночи таинственный самолет вновь оказался в воздушном пространстве страны у берегов сахалина продолжая полет в сторону японского моря воздух один за другим поднимается около 10 советских истребителей перехватчиков они преследуют нарушителя от камчатка и сахалином в 3 26 за 3 4 минуты до того как самолет нарушитель должен был покинуть воздушное пространство ссср он был сбит над татарским проливом двумя ракетами истребителя су-15 версия западных стран плохой советский союз сбил мирный боинг по данным же расследования проведенного международной организации гражданской авиации впоследствии подтвержденным информацией с черных ящиков экипаж неправильно настроил автопилот а в дальнейшем не выполнял ручных проверок текущих координат положившись на автоматику получается человеческая трагедия помножены на эпоху холодной войны но мне кажется что точку в этой истории ставить еще рановато с вами был николай пивненко в проекте дата а